С 22 августа по 4 сентября в Ленинградской области прошла вторая смена обучающего интенсива «Академия блогеров». Участие в нём приняла и школьница из Десногорска Дарья Молдаванова. Это уже второй опыт Даши в прохождении необычного обучения. Вместе с первой сменой, которая прошла в январе этого года, она побывала в Твери, а после победы её видеоролика в конкурсе ей досталась путёвка и на вторую смену. И если перед поездкой в Тверь смысл обучения был не до конца понятен и ей самой, то в Санкт-Петербург она ехала за определёнными знаниями. Туда приезжают различные блогеры, как с ютуб-каналов, с инстаграмов, в этот раз был и тикток-блогер, которые нам рассказывали разные фишки о ведении своих блогов, то, как они добивались каких-либо успехов. И мы это запоминали, и каждый человек в своём блоге будет развивать вот эти фишки, которые нам давали другие блогеры. Блогинг сейчас – это не только развлечение, затянутое в сеть молодёжи. Для некоторых это работа – даже профессия будущего, а для кого-то – хобби. Но как бы там ни было, простецким этот вид деятельности не назовёшь. Видеоблог создаётся достаточно сложно, потому что это не только сняться на камеру, но и правильно поставить звук, правильно расположиться в кадре, правильные позы действия во время съёмки. Ещё не менее важно правильно смонтировать видео, чтобы зрителям было приятно смотреть свой видеоролик. В общем, это такая работа, которая требует очень-очень-очень много усилий, затрат, времени, нервов, сил, которые сначала у тебя будет очень много затрачиваться, твих сил, нервов и времени. Но постепенно ты будешь втягиваться в эту сферу, и тебя это так затянет, что ты потом не сможешь остановиться. Лекции от популярных блогеров и СММ-специалистов, практическая работа по операторскому искусству и монтажу, настройке звука и написанию сценариев, только малый список учебных предметов. А в конце двухнедельного семестра – экзамен. Показать, как усвоил блогерскую грамоту. Должен был быть какой-то итоговый продукт в своём видеоролике, который бы доносил какую-либо информацию до телезрителей. То есть ты можешь снять о чём угодно, но это должен быть какой-то полезный видеоролик, который даёт информацию. По этим видео нам присуждали какие-либо места. В этой смене, во второй, не было победителей, и какое видео лучше – решал зритель. В результате команда Даша набрала 50% голосов и вырвалась победителем. Какой подарок приготовили организаторы проекта ребятам на этот раз, пока остаётся загадкой. Но по Дашиным словам, вновь оказаться в Академии – уже прекрасный подарок.